Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей и «Закат империи». Это сериал о том, как сто лет назад в России победила революция. Я рассказываю о священниках, студентах, революционерах, министрах и о Николае Втором и о том, как все они желали России светлого будущего. Этот сериал выпускает студия «Либо-либо», и в студии я веду два подкаста исторических. Один называется «Время и деньги. О роли бизнеса в истории», а второй называется так же, как этот сериал «Закат империи», но это совсем другое. Ссылки будут в описании этой серии. В предыдущих сериях в стране, в России, понемногу начинаются протесты, студенты выходят на демонстрации, рабочие объявляют забастовки, либералы требуют парламента и конституции. Возникает подпольная партия социалистов-революционеров, и они начинают террор против чиновников. Они хотят свержения царя. Но Николаю Второму интереснее внешняя политика. Ему интереснее Восток. Декабрь 1904 года. Южное полушарие, остров Мадагаскар. В бухту заходят эскадры. Пять огромных броненосцев, суперсовременных. За ними несколько кораблей поменьше, крейсеры. Это все корабли прославленного русского Балтийского флота. Что Балтийский флот делает в Южном полушарии, возле берегов Африки? Дело в том, что уже почти год идет русско-японская война, и вот эскадра движется через полмира на Дальний Восток на подмогу своим. Командир эскадры, вице-адмирал Зиновий Рожественский, сходит на берег и получает телеграммы из Петербурга. И новости из России такие. По всей стране протесты. Студенты прямо на улицах стреляют в полицейских. Террористические акты происходят один за другим. А на Дальнем Востоке, на фронте, дела еще хуже. Порт Артур, база Тихоокеанского флота, цель их путешествия, захвачен японцами. И весь флот там потерян. Но из центра Рожественскому приходят приказы. Тебе нужно двигаться вперед. России очень нужна победа. В это время в Петербурге за большим столом, заваленным бумагами, сидит человек с тяжелым взглядом. Он считает, что война уже проиграна. Он считает, что Рожественскому плыть дальше незачем и не нужно. Он пишет в письме. «Я, будучи против войны, всегда считал, что скорейший мир есть лучший исход сего государственного преступления. Что чем скорее его заключат, тем будет для нас выгоднее. И что напрасно возлагают надежды на Рожественского, так как он успеха иметь не может». Когда-то этот человек был самым могущественным министром в кабинете Николая Второго. Но сейчас он в почетной отставке. Он сильно злится из-за того, что ему перестал доверять император. Он очень хочет вернуться назад во власть, чтобы все исправить. Потому что все еще можно исправить. Его зовут Сергей Юльевич Витте. Конец девятнадцатого века. В России, не сказать, что прям спокойно. Во всей стране возникают подпольные революционные организации. На стенах висят листовки против царя. А чем, собственно говоря, в это время занят Николай Второй? Что его интересует? Ну, вот эти вот все протесты и недовольства, это как-то все сложно, ну, как-то досадно. И, в общем-то, мешает решать по-настоящему важные задачи. А важная задача, которая стоит перед любым императором, какая? Это расширение границ империи. Ну, то есть, да, если про тебя в учебниках напишут, что ты реформировал фабричное законодательство, и рабочие перестали выходить на забастовки, то это как-то не секси явно. А вот если скажут, что ты присоединил к территории страны несколько тысяч квадратных километров, вот это секси. Класс. И, понятное дело, расширяться можно только на восток, потому что на западе, в Европе, европейские страны все уже давным-давно поделено, а на востоке Китай, Корея, государства слабые. И, в целом, если их не колонизировать, понятно, что их кто-нибудь колонизирует другой. И вообще, в целом, у России есть преимущество перед европейскими державами, потому что всем остальным надо плыть по морям и океанам через полмира, чтобы добраться до Китая. А у России прямо общая граница с Китаем есть. Но есть одна проблема. Это очень-очень далеко. И поэтому, чтобы добраться до Дальнего Востока, нужно построить железную дорогу. Это будет самая длинная железная дорога в мире. И ее уже, собственно говоря, строят. Это Транссибирская магистраль. Ну, то есть, да, у вас наверняка есть какой-нибудь друг, который поехал на плацкарте из Москвы во Владивосток. Вот это все, эта дорога. По многим причинам делать эту дорогу круто, потому что в Европу поедут полезные ископаемые, меха, туда поедут поселенцы, поедут в фабричные товары, все такое. Но это стратегическая дорога. И в случае войны или какого-то конфликта по ней можно будет перебрасывать армию. И вот эти все идеи по освоению Сибири, Дальнего Востока толкает один очень серьезный человек. Именно он в 1904 году будет писать, что война с Японией это государственное преступление, что он всегда был против войны. Но вообще-то говоря, в конце 19 века именно он, ну, то есть Сергей Юрьевич Витте, тогда министр финансов, лоббирует активное продвижение России на Дальний Восток. Больше того, именно он упросил Александра Третьего, императора, назначить наследника престола, то есть Николая Александровича, будущего царя, куратором постройки Транссибирской магистрали. Потому что Витте любил, чтобы все дела делались быстро, с размахом. Он не любил никаких проблем. Ну и понятно, что если наследник курирует постройку железной дороги, то все будет проходить без сучка, без задоринки. Ну и к тому же Витте разглядел, что Николай Второй и сам очень интересуется Дальним Востоком. Витте вообще был очень нестандартным министром для своего времени. Во-первых, он пришел в министерство из крупного железнодорожного бизнеса. Это по тем временам факт выдающийся. Он не мог похвастаться такой глубокой родословной, которая уходит вглубь веков. Он не был родовитым аристократом. И вот как раз знать дворяне относились к Витте снисходительно немного. Они говорили, что ему недостает несколько воспитания, что манеры его больше подходят для дворницкой, а не для дворца. Что он больше похож на купца, а не на чиновника. И даже, что носки не меняет по две недели, и они плохо пахнут. Это была сейчас как бы не выдумка. Это я процитировал практически близко к тексту. Еще он женат на разведенной. И это просто ужас. Но хуже того, это разведенная еще и еврейка. А это просто уже сущий кошмар. Невозможно себе представить такого. Евреи вообще считаются вредным племенем. На него жаловались, естественно. Но Александр Третий любил своего министра за профессионализм. И по слухам написал на его прошение о женитьбе «Да хоть на козе». Короче говоря, Витте это такой министр-технократ, профессионал. Вот что о нем писали. «Крупный делец государственного масштаба. Человек реальности и дела. В нем не было ничего от бюрократического штампа. В черном сюртуке развязанный и свободный в своей речи и в каждом своем действии». Витте провел несколько прямо суперважных реформ. Но самое главное, наверное, это привязка рубля к золоту. Это сделало рубль стабильной международной валютой. В страну благодаря этому потекли инвестиции. И, собственно говоря, привита началась самая настоящая индустриализация. В то время, пока он был министром, в России производство нефти, стали и угля выросло в три раза. Производство промышленных товаров выросло в два раза. Длина железных дорог выросла в полтора раза. И самым амбициозным проектом, конечно, в то время была постройка именно Транссибирской магистрали. Ну то есть, да, Витте просто без шуток крутой. Но у Витте есть одна проблема. Он либерал. То есть, он либерал, естественно, в понимании конца XIX века. То есть, он, безусловно, преданный монархист. Но он сторонник правового государства и, скажем, европейского пути развития. И больше того, такие взгляды совершенно не редко среди чиновников и даже среди министров. Потому что все они бывшие студенты университетов. И когда они учились в университетах, они там вступали в разные организации, читали там Маркса, даже и протестовал кое-кто. А потом они вырастают, выпускаются и становятся чиновниками. И, кстати говоря, ну вот когда в России вспыхнули протесты 1899 года, именно Витте пришел на заседание Кабинета Министров и сказал, что давайте-ка разберемся беспристрастно. Кажется, студентов действительно несправедливо обидели. И вот эти вот чиновники, министры, либералы, они все, в общем-то говоря, не против парламента. И не против конституции, и совершенно не против выборов. Потому что Россия – это европейская держава. Совершенно такая же, как и все остальные европейские страны. Петербург, ну как бы ничем не отличается от Берлина, Вены или Парижа. Во всех этих странах есть парламент, и ничего страшного с ними не случилось. Все окей. И, кстати говоря, именно эти люди управляют, по сути дела, империей. Но есть и другие взгляды. Это взгляды родовой аристократии, взгляды знатных дворян, гвардейских офицеров, родственников царя. И это взгляды такие. Ну, Россия, безусловно, европейская страна, с этим никаких споров быть не может. Это как бы естественно. Но парламент и выборы нам не нужны. Почему? Потому что Россия, она всегда принадлежала нам, дворянам. Это наша страна. И мы ей всегда управляли и должны управлять. Ну, а царь, собственно говоря, и есть самый главный аристократ. Поэтому выборы и парламент, нет, спасибо, нам не нужны. А во-вторых, и может быть даже что еще более важно, Россия это империя. И всегда ей была и будет. А империи необходимо расширяться. Вот какие у нас задачи. Такие разные взгляды на будущее России во многом шли еще и от разного образования. С вами специальная рубрика о дореволюционном образовании, которую мы делаем вместе с партнером этого сериала с образовательной платформой Нитология. Про свободолюбивые университеты, в которых обучались будущие чиновники, мы вам с Нитологией уже рассказывали в предыдущих выпусках. А сейчас расскажем о том, где учились дворяне, родовая аристократия. И вот они университетов, как правило, не заканчивали. Они шли обычно учиться в высшие военные училища. Причем элитных вариантов было совсем немного, буквально парочка. Ну типа не в пехоту же потом идти служить. Оба этих училища отличались большим количеством традиций, и формальных, и неформальных. В них была жесткая иерархия, и существовала тщательно разработанная система неуставных отношений между старшими и младшими. Такое что-то вроде дедовщины. Выпускники этих университетов становились гвардейскими офицерами. А гвардейские офицеры – это элита страны. Все ближайшие родственники царя – гвардейские офицеры. Да и сам царь – это полковник гвардии. Это такая тесно спаянная группа сверхбогатых дворян, патриотов. Все они верят в Бога, в царя и готовы пожертвовать жизнью ради Отечества. В Российской империи твое образование и карьеру определяло буквально то, в какой семье ты родился. Слава богу, сегодня это совсем не так. Например, у нашего партнера, у образовательной платформы Нитология, есть курс интернет-маркетолог. Здесь вас научат продвигать бизнес в интернете, выбирать каналы, настраивать рекламные кампании и оценивать их эффективность. За этот курс вы освоите базу интернет-маркетинга и сверете портфолио из реальных проектов. Причем Нитология обучает по государственной лицензии и выдает удостоверение о повышении квалификации или дипломы. Эти удостоверения вы можете приложить к своему резюме, это будет официальное подтверждение ваших навыков. Ссылка на курс интернет-маркетолог в описании этого эпизода. Переходите по ссылке, это важно для нас и наших партнеров. А еще у нас есть для вас промокод закат, он дает скидку в 45% на все курсы, кроме высшего образования до конца 2023 года. В общем, есть два таких лагеря. И по поводу расширения на восток, у них тоже разные взгляды. Вот Витте, как либералу, совершенно не нравится идея брутальных аннексий территорий. Ну типа, камон, 20-й век на носу, ребят. Ну какие аннексии территорий? Витте, конечно, безусловно, не против колонизации, естественно. Но колонизации постепенные. У него есть даже специальный план, и он называется «мягкое проникновение». Суть его вот в чем. Граница России и Китая на Дальнем Востоке изгибается. Вот так вот. И Транссибирский магистраль, соответственно, делает такой большой крюк. И есть идея проложить по территории Китая железную дорогу, срезать этот кусок. И он как бы хочет построить эту железную дорогу, предлагает это китайцам. А китайцы такие, ну типа, не знаете, мы хорошо себя очень представляем, что значит пустить европейцев к нам на территорию. Это типа, пусти козла в огород. Да, они там, не знаю, полстраны заразят, потом опиумом. Короче, не особо мы хотим этого делать. Плавали. Знаем. Спасибо. Но Витте умеет такие вопросики решать. И вот прямо на коронации Николая Второго он ведет переговоры с самым крупным чиновником китайским, Ли Хунджаном, и подкупает его. И этот чиновник подписывает договор, по которому по территории Китая разрешается строить вот это вот ответвление Транссибирской магистрали. Ее назовут Китайско-Восточная железная дорога. А что такое железная дорога? Это не просто, да, путь, по которому едут вагоны. Это еще инженеры русские, которые будут строить эту дорогу, рабочие квалифицированные, которые туда приедут, всякие поселки, как будто будут вырастать по всем, по всей длине этой железной дороги. Это купцы, которые туда поедут, это банки, которые там везде будут расти. И, глядишь, вся эта территория уже потихонечку заселяется русскими. А еще, что еще более важно для этой железной дороги, нужна охрана. А охрана эта, это такое типа ЧВК. Она состоит буквально из российских военных. То есть вот, да, какое-нибудь казачье подразделение. Вот там служат казаки, и они все разом увольняются и в полном составе вступают в эту частную военную компанию. И вот они уже сидят в Северном Китае. Ты смотришь на этот Северный Китай, а уже все, лавки русские, улицы по-русски называются, везде русские ходят и охраняют все это. Фактически русская армия. И все вот это царство в Северном Китае подчиняется одному человеку. Сергею Юльевичу Уитте. И родовой аристократии это все очень не нравится. У министра финансов появилась своя армия. Куда вообще такое годится? Ну то есть, ладно, да, ты там занимаешься своими финансами, там денежки считаешь, железную дорогу строишь, типа окей. Но вообще-то войска, армия, это всегда была наша. И вот этим вот милитаристам, аристократам старым, им в целом не нравится, как Виты ведет дела. Вот эти все какие-то сложности постройки железных дорог, эти реверансы перед китайскими чиновниками, умасливать их. Ну в смысле, ну камон, вы посмотрите на этот Китай. Ну это же фейлд стейт просто, страна 404. Там правительство полностью деградировавшее. И к тому же европейские страны уже разгрызают ее по кускам. Посмотрите, там Великобритания в Гонконге, Германия Циндао захватывает. Типа надо срочно присоединяться к дележке пирога, иначе мы опоздаем. Ну и в своих влажных мечтах они даже уже называют эту территорию Северного Китая Желтороссия. Типа, да, есть Малороссия, есть Белоруссия, и вот будет у нас Желтороссия. И при этом, да, совершенно не важно, что у нас пол Сибири пустует. Мы империя. Империя должна расширяться, да. Николай Александрович, вы император вообще или не император? Ну а Николай Александрович, конечно, император. Мало того, что он император, он еще помазанник божий. Но ему как-то вот сложно даются решения, потому что к нему приходит Витте и говорит, надо строить железную дорогу, банки надо везде строить. И Николай Александрович такой, ну да, да, звучит разумно. А потом приходит к нему какой-нибудь, не знаю, родственник или типа комендант дворца, ну это по-нашему там, глава ФСО, и говорит ему, да не нужно ничего этого делать. Зачем это нужно? Просто берем, вводим свои войска, захватываем территорию. Кто нам против этого что-то скажет? Ну типа Франция, Великобритания, да они сами тем же самым занимаются. Что, кто нам помешает? Китай? Вообще, ну как бы, не смешите меня. Что Китай может против нас сделать? Не знаю, протесты внутри России смогут нам помешать. Ну какие там протесты? Ну посмотрите, охранка отлично работает, супер справляется. Какие могут быть протесты в России? Никаких проблем. Давайте, надо заходить, Николай Александрович. И Николай Александрович такой, хм, ну да, разумно. И если конкретно, то милитаристы делают свой ход. В 1897 году они уговаривают Николая Второго аннексировать китайский порт Артур. В чем замес? Вот у нас есть Тихоокеанский флот, да? Он базируется во Владивостоке. Но есть проблема. Владивостокская бухта зимой замерзает. Корабли как бы не могут плавать, когда бухта замерзла. И они говорят, смотрите, отличный вариант. Порт Артур, Северный Китай, отличный незамерзающий порт. Давайте его аннексируем, заберем себе. Разумно? И Николай Второй говорит, да, разумно. А Витта говорит, да какое разумно. Вы прикалываетесь, что ли? Я, блин, несколько лет аккуратно захожу в Китай. Мы там насыщаем все нашими поселенцами, блин. Войска туда же ввели под видом частной военной компании. Вы что, вы мне всю малину хотите испортить? Вы что, там сейчас военный конфликт начнется еще. Нам только военного конфликта не хватало. Куда вы лезете своими лапами? Он конкретно говорит вот что. Приобретение выхода в Тихий океан должно быть достигнуто не насилием, а дружеским соглашением. Если мы будем держаться нашей традиционной дружеской политики к Китаю, не ступим на путь насилия и пренебрежения к его интересам, то мы всегда достигнем более успешных результатов, чем остальная Европа. Блин, аннексия. Как вы думаете, с кем согласился Николай Второй? Ну, конечно, с Витте. Ну, потому что, да, с Витте сложно не согласиться. Аргументированно. Все расходят в совещание, и Николай Александрович такой... Ну, хотя нет. И вот, спустя пару дней, Витте узнает, что на захват порта Артура уже двигаются русские военные корабли. И Витте такой... Господи, надо это как-то разруливать. Ну, и Витте в итоге разруливает это дело. Традиционным способом. Он опять раздает взятки китайским чиновникам, и силовой захват порта Артура был оформлен как аренда. Ну, и вроде, фух, да, слава богу, все более-менее нормально. Милитаристы получили свой порт, войну конфликта никакого нету, Витте все уладил, Николай Александрович доволен, но есть кое-кто, кто недоволен. И даже довольно сильно нервничает по поводу вот этих всех построек железных дорог и силовых захватов чужих городов. И это Япония. Япония за вторую половину XIX века очень бодро рванула вперед. В середине века это была страна, там самураи ходили с катанами, деревянные корабли плавали, а теперь она проводит реформы по европейскому образцу, строит железные дороги, флот огромный себе построила. И все страны европейские смотрят на это и говорят, ну, как бы, респект из своего вот этого варварства средневекового прямо развивается в правильном направлении, берет с нас пример, с европейских держав, давай, класс, бери с нас пример. И Япония действительно берет пример с европейских держав, начинает колонизацию Кореи, то есть делает там все то же самое примерно, что Россия, Англия, Германия делают в Китае. И потом еще, кстати, Япония нападает на сам Китай. И больше того, очень быстро вообще раздает по щам многомиллионному Китаю, заключает с ним мирный договор, по этому мирному договору забирает себе большую контрибуцию и хочет забрать порт Артур. То есть, да, тот самый город, который спустя три года себе захочет забрать Россия. И европейские державы смотрят на это и говорят, слушай, Япония, ну, ты как бы вообще молодец, респект, мы как бы очень восхищены, как ты развиваешься. Ну, давай как бы пока что без материковых приобретений. Ты вот живешь пока на островах, порт Артур, знаешь, ну, странновато для тебя, если честно. Давай как-то без этого попробуем решить. И Япония такая, ну, типа, окей, никаких проблем. Я с большим уважением к вам ко всем отношусь. Я очень рада, что мы вот сидим за одним столом теперь, решаем судьбы мира. Я как бы принята в клуб мировых держав, так что хорошо, хочу со всеми иметь хорошее отношение, отказываюсь от порта Артура, беру дополнительную контрибуцию и ухожу. Все. А тут спустя три года они видят, ах, вот почему Россия, которая, кстати, больше всех лоббировала уход Японии из порта Артура, вот почему Россия не хотела нам отдавать порт Артур. Так они сами его себе хотели забрать. И это, ну, знаете, ну, как бы злит. А еще в конце 19 века в Китае происходит восстание против белых европейских колонизаторов. И, кстати говоря, оно происходит в то же самое время, когда в России полыхают студенческие волнения, восстания. Значит, чтобы подавить это восстание в Китае, туда вводится миротворческий контингент, все европейские страны туда вводят войска, включая, кстати говоря, и Россию, и Японию, естественно. Восстание подавлено, но Россия почему-то не хочет выводить свои войска из северного Китая. И Японию это довольно сильно беспокоит, потому что как-то уже слишком много войск, уже и частная военная компания, и уже прям русская армия скапливаются на севере Китая. А там как-то и до Кореи недалеко. А Корея уже как будто бы уже немножечко и наша. И действительно, там Россия начинает какие-то прям шуршания в Корее, какие-то там лесозаготовки строить, что-то такое. И Япония так и говорит, слушай, Россия, давай может договоримся, разделим сферу влияния, как бы тебе северный Китай, мы туда не лезем, а нам Корея. И мы как бы хотим сами тут все делать, а ты к нам, пожалуйста, ну тоже не лезь. И Россия такая, Япония, слышь, родная, ты себя-то не переоценивай давай. Какие разделы сферы влияния? Если бы как бы англичане еще были, мы бы с ними поговорили. А ты как-то слишком много на себя берешь, знаешь? Ты не в той лиге играешь. Мы будем расширяться, куда захотим. Наши границы заканчиваются там, к себе мы решим. А ты как бы будешь подбирать крошки с нашего стола. Так что давай, ну как бы, не переоценивай себя. Короче говоря, со стороны России полный игнор по поводу предложения Японии. Японию все это очень сильно беспокоит и злит. А злить Японию не стоит. 1903 год. Мистер финансов Сергей Юрьевич Витте уже давно видит, что вот эта вся движуха с аннексией чужих городов, с вводом войск на чужую территорию, ни к чему хорошему не приведет. Кроме того, не нужно быть вообще семипядей и ума во лбу, чтобы заметить, что внутри России вообще-то тоже все далеко не, слава богу. В 1901 году происходят очередные студенческие волнения. В 1902 году становится известно, что огромное количество подпольных организаций революционных объединяются в одну большую партию. Она называется Партия социалистов-революционеров. И в том же 1902 году боевая организация этой партии делает первый крупный теракт. Они убивают министра внутренних дел. Ну, Николай II ставит на пост министра внутренних дел нового человека. И если старый был человеком Витте, то новый человек Витте подчиняться не хочет. Больше того, они между собой конфликтуют. Новый министр, его зовут Вячеслав фон Плеве, он такой консерватор, сторонник цензуры, закручивания гаек и всего такого. А Витте ему все время как бы палки в колеса вставляет. И манеры у него как бы не аристократические. Типа носки еще пахнут. И в общем, они ходят по очереди к Николаю II на прием. Николай II слушает Витте и с Витте соглашается. Потом к нему Плеве приходит, ну и он с Плеве соглашается. Николай II никак не может выбрать как бы в каком направлении должна двигаться страна. Выбирать нужно. И вот, наконец, на помощь Николаю II приходит Бог. на неком спуске корабля Николай II посещает какое-то божественное откровение. Он его передает в таких словах. Бог мне положил на душу, что не надо откладывать на другой день то, на что я вообще решился. На что же решился Николай II. Вот на что. он вызывает на аудиенцию к себе Сергея Юрьевича Витта, своего министра финансов. В середине августа 1903 года это происходит. Витта докладывает о финансах, о делах на Дальнем Востоке, о всем таком. Доклад заканчивается, Витта встает, собирается уходить и тут Николай II ему говорит «Я вас прошу принять пост председателя комитета министров». И он видит прямо смущение на лице Витта и добавляет тогда «Что, Сергей Юрьевич, разве вы недовольны этим назначением? Ведь место председателя комитета министров это есть самое высшее место, которое существует в империи». Но Витта действительно недоволен, потому что это только выглядит как повышение, а на самом деле это почетная отставка. У каждого министра есть бюджет, есть полномочия, есть свои люди, есть ресурсы, а у председателя комитета министров ничего этого нет. Никакого поста премьера в Российской империи тогда не существует. Теперь задача Витте это просто на заседаниях комитета министров сидеть и звонить в колокольчик. Витте потерял власть. Среди министров разброты шатания. Министр иностранных дел, который во всем привык ориентироваться на Витте, теперь в воздухе висит, не знает что делать. Военный министр прямо говорит, что агрессивные действия на Востоке могут к войне привести, а армия к войне не готова. А вот что касается нового министра внутренних дел фон Плеве, то ему приписывают фразу России нужна маленькая победоносная война. А внутри России ситуация накаляется все больше и больше. Ранен харьковский губернатор, убит уфимский губернатор, либералы прямо уже собираются на съезды и открыто требуют парламента. И что с этим совсем делать? Ну как бы непонятно, сложно это все решать. А вот чтобы привязать к России некоторое количество дополнительной территории, флаг туда поставить наш, вот с этим вроде проблем нет. Это ясно как решить. И Николай Второй говорит «Если Япония и Китай нам не подчиняются, то это потому, что мы с ними церемонились. С ними можно действовать только внушая страх и не делая уступок. Если же сделать какую-либо уступку, то как милость белого русского царя. Одним словом я войны ни за что не начну, а они не посмеют. Значит войны не будет». Ну не будет так не будет. 27 января 1903 года началась война. Японский флот атаковал русские корабли в бухте корейского города Чимульпа и на стоянке рядом с Порт-Артуром. У белого русского царя внезапно проблемы. Россия сюрприз к войне оказывается не готова. Вообще-то у России охренеть какая просто огромная армия, но только она вся в европейской части России за Уралом и надо все это перебрасывать на Дальний Восток. И кстати, да, у нас же есть транссип, по которому мы можем все это легко перебросить. Да, есть. Но есть проблемы, потому что самый важный и самый сложный участок транссипа еще не построен. Это объездная вокруг Байкала. И поэтому поезда с солдатами, вот они приезжают на берег Байкала, солдат выгружают, они садятся на паром, плывут через Байкал, затем с паром опять садятся на вагоны и едут дальше на Дальний Восток. Но только помимо солдат нам же еще надо перебрасывать амуницию, снаряды, медикаменты, фураж для лошадей, нам нужны пополнения для постоянно выбывающих из армии солдат. И да, но из Петербурга все это видится совсем по-другому. Типа, во-первых, шок, да, что на нас напала? Япония? Как бы, вы видели вообще это Японию на карте, какого она размера? ну, типа, ладно, ну, окей, Япония, ну, как бы, ты сама напросилась, сколько там времени нам понадобится, чтобы победить? Ну, ну, месяц, да, ну, 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 два месяца, окей. Ну, проходит месяц, проходит два месяца, проходит полгода, а там не то, что победы, там даже никакого крупного сражения еще не произошло. Русская армия постоянно отступает медленно, а японская армия наступает. И вот через полгода после начала войны, в августе, японские силы полностью отрезают Порт Артур от остальных российских сил, и начинается долгая блокада Порт Артура. Фан-факт, кстати. Почти все боевые действия в этой войне будут вестись не на территории России, и не на территории Японии, а на территории Китая. То есть, да, прикиньте, как бы две крупные державы воюют друг с другом на территории просто третьей страны и такие, дорогие китайцы, вы тут живете, как бы нет никаких проблем, мы против вас ничего не имеем, спокойненько здесь живите, мы просто чисто между собой разберемся, покидаем друг друга снаряды и потом разойдемся. Так что, как бы удачи, здоровья вам, все такое. Да, в общем, дела у России идут как-то явно не очень. Ресурсов не хватает, Транссибирская магистраль явно не справляется, а русский флот на Дальнем Востоке надежно заблокирован в бухте Порт-Артура. Кстати, про флот. У нас же есть офигенный, просто суперсовременный большой флот, но он только находится, опять же, в европейской части России, на Балтике. Давайте возьмем этот флот и отправим его на подмогу на Дальний Восток. И вот Зиновию Рождественскому дают эскадру, чтобы переправить ее к Порт-Артуру, деблокировать его и победить японцев. Для этого, правда, нужно будет проплыть весь мир. Но окей, мы поплывем вокруг Европы, заплываем в Средиземное море, проходим через Суэцкий канал в Красное море, оттуда в Индийский океан, оплываем там Сингапур, Юго-Восточную Азию, приплываем в Японию. Класс! Но есть проблема, потому что самые современные и тяжелые броненосцы Балтийского флота не влезают в Суэцкий канал, и поэтому нужно плыть вокруг Африки. И получается вот этот путь через полмира увеличивается сразу же в полтора раза. И вот именно поэтому эскадра вице-адмирала Зиновия Рождественского и оказывается на Мадагаскаре. Приходит она туда довольно потрепанная, откровенно говоря, и стояла там несколько месяцев. И пока она там стояла эти несколько месяцев, из России непрерывно приходят новые известия. Во-первых, в Санкт-Петербурге на улице вышло 150 тысяч человек, их встретила армия и расстреляла убито больше тысячи человек. Во всей России вспыхивает просто восстание и протесты. Террористами убит уже бывший московский генерал-губернатор, дядя-царя Сергей Александрович. Кстати, забыл сказать, министр внутренних дел фон Плеве уже убили еще полгода назад. Короче говоря, в стране происходит просто полная жесть, полный разнос. А на Дальнем Востоке ситуация еще хуже. С фронта новости такие. Значит, Порт Артур, цель их путешествия, база Тихоокеанского флота пал. Получается, что Рожественский со своей скадрой уже не может соединиться с Тихоокеанским флотом, а его сил недостаточно, чтобы победить японцев. И он такой пишет в Петербург, слушайте, ну как бы назад возвращаться конечно не вариант, но давайте может я там как-то просто проплыву мимо Японии, доберусь до Владивостока и буду базироваться там. А ему из Петербурга пишут, какой Владивосток, ты чего охренел, ты вообще видишь, что у нас творится в стране как бы, у нас вообще просто скоро царя будут свергать в стране, у нас просто прямо революция происходит. Собрался он как бы прорваться в Дальний Восток, нам нужна победа, нам очень нужна победа, победа это только то, что может нас спасти, так что давай, пожалуйста, ты плыви на Дальний Восток, вступай в бой с японцами, и тебе надо их победить, других вариантов нет. Во Владивосток он собрался, посмотрите на него. Я рождественский такой, да ладно, типа ладно, чего вы, я просто как бы спросил, ладно. Ну и он плывет вперед. Короче, пока Николай II занимался Северным Китаем, он умудрился пропустить начало революции в России, а там уже недовольно просто все уже, уже монархисты ищут врагов и предателей. Но остается один шанс. Это победа в войне. Если победить Японию, то все может еще перевернуться. Все будут поддерживать победителя, то есть русского царя. Революции можно избежать. И вот наконец в феврале 1905 года происходит генеральное сражение при Мукдене. И русская сухопутная армия это сражение японцам проигрывает. Поражение совершенно катастрофическое. Внутри России производит просто сокрушительное впечатление. Монархисты уже просто не стесняясь ищут внутренних врагов. В первую очередь по традиции они, конечно, обвиняют евреев, масонов, британское посольство и так далее. Либералы говорят, что в стране нужен парламент давным-давно. Если бы был парламент, если бы мы его избирали, а парламент бы выбирал министров, министры были бы профессиональные и войну бы давным-давно выиграли, а это просто позорище какое-то. А социалисты вообще говорят, что и войны нам никакой не нужно, и царь нам тоже не нужен, надо его свергать. Но остается один последний шанс. Это эскадра адмирала Рожественского, которая уже двигается на Дальний Восток. У берегов Японии она встречает японский флот и происходит Цусимское сражение. и это сражение русский флот проигрывает. Часть кораблей идет ко дну, часть кораблей захвачена в плен, часть удалось прорваться во Владивосток. И тут стало понятно, что пора заканчивать и войну, и революцию. Мы, кажется, проиграли и там, и там. Привет! Ждали меня? Как бы говорит Сергей Юльевич Витте. А я вам говорил, как бы говорит Сергей Юльевич Витте. Николай второй вызывает своего председателя комитета министров без полномочий и говорит ему Сергей Юльевич пришло время вновь использовать ваши таланты, ваши способности, ваш международный престиж. Я назначаю вас главой нашей делегации. Пора заключать мир с Японией. Условия у меня такие. Никакой контрибуции Россия платить не будет. И отторжение земель от России я тоже не хочу. Ну, а в остальном действуйте на свое усмотрение. Ну, учитывая то, как вела Россия войну, эта задача непростая. Но Сергей Юльевич едет на мирные переговоры и ему удается заключить вполне пристойный мир с Японией. Россия действительно не платит контрибуцию, передает порт Артур Японии, но все-таки приходится передать и кое-какие земли. К Японии отходят Курильские острова и отходит половина острова Сахалин. И за это в прессе Витта начинают иронично называть граф полусахалинский. Но вообще-то по общему мнению мира условия довольно пристойные, учитывая то, как велась война. И вот Витта возвращается в Россию, в которой бушует революция. Император в растерянности, его ближайшие окружения аристократы, милитаристы тоже, они уже сами ему советуют ввести парламент и конституцию. И Витта снова на коне. Ему опять доверяет император. И у него есть две задачи. Первая. Ему необходимо вернуться во власть на самый верх. А второе. Ему нужно победить революцию. Редактор субтитров Корректор А. Корректор А.